Чувашские студенты достойно представили свои проекты экспертам. Молодежная делегация вернулась с международного форума Иволга не с пустыми руками. На протяжении 10 дней они жили в палаточном лагере, посещали лекции и даже налаживали контакты с гостями из Поднебесной. Некоторые проекты чебоксарцев из Самары теперь отправятся и на Селигер. В каких условиях проходила их защита и как работал институт под открытым небом, наблюдал мой коллега Дмитрий Ковалев. Мострюковские озера, 50 километров от областного центра. Именно сюда уже второй год подряд съезжаются молодые люди со всех регионов Поволжья. Здесь на берегах реки Волга вырастает большой палаточный город. Чтобы стать его полноправным жителем необходимо придумать креативный проект. В этот раз на фабрику идей приехали более 2000 человек, чтобы поучиться у других и показать свои нау-хау. На этом острове, на нашем молодежном форуме собралась самая креативная, самая продвинутая, если можно так сказать, молодежь российских регионов, входящих в состав Приворского федерального округа. Тот дух, который витает здесь, атмосфера дружелюбия, атмосфера взаимопонимания, атмосфера желания помочь, поддержать и познать друг друга, она неповторима, она незабываема. Кто-то о своих проектах рассказывал, а кто-то создавал их прямо на глазах почетных гостей. Вот она, площадка города Чебоксары на территории палаточного лагеря. За огромными буквами расположилась выставка ручных подделок, картин и даже гончарный станок. Мастера изготавливали на нем горшки с национальными узорами, и они украшали чувашский дворик. В конкурсе арт-объектов принимала участие работа студентки Чебоксарского вуза. Чудо-ворота. Возможно, что эта композиция скоро появится и на городских улицах. А пока задумку девушки оценили и отобрали на престижный всероссийский форум. Федеральный уровень уже прошли. О, это уже хорошо. Сколько там проектов? Сколько проектов? Из арт-объектов мы знаем, что мы прошли. 5-9 человек точно прошло. Вообще участники Иволги между собой устроили негласное соревнование, а кто лучше презентует свой регион. Чуваша с этой задачей справилась достойно, отметил на встрече с молодежью глава республики. Больше всего признались ребята вдали от дома, им приятно встречаться с земляками. 90 чувашских студентов на форуме стали не просто дружной командой, а настоящей семьей. Правда, пока на Иволгу не приезжают эксперты из Чебоксар. Я думаю, даже те эксперты, которые приехали из других регионов, они не будут лампировать интересы своего любимого региона. Там объективный подход всегда. Так что можно здесь не волноваться. Кто хочет на следующий год из вас, пожалуйста, давайте, подавайте, заявьте. Они предлагали открыть музей кино, создать пожарные отряды в вузах и даже разработать новую технологию для очистки источных вод от сульфатов. Сила мысли у студентов из Чувашии не знает границ. Всего на форуме они презентовали более 70 проектов. Вообще в названии форума Иволга заглавная буква не случайно пишется на английском языке. Здесь выбирают и лучшие IT-проекты. В течение дня у ребят проходит образовательная программа по своим направлениям. Они слушают лекции, участвуют в работе мастер-классов. Конвейер молодежных проектов – это целая система оценивания. Ребята сначала презентуют проекты по региональным членам экспертной комиссии. Форум Иволга проводится уже во второй раз. Только в этом году он стал по-настоящему международным. Сюда, на Мастеряковские озера, прибыла представительная делегация гостей из страны восходящего солнца. Бок о бок вместе с молодыми людьми из Поволжья на форуме жили 150 китайских студентов. Языковой барьер для них не стал проблемой. Первое знакомство с зарубежными гостями начинается на грандиозном концерте. Задорные танцы из российской глубинки здесь сливались с выступлениями артистов из провинции Китая. Пока странные укрепляют связи на высшем уровне, студент из Чебоксар задумался о разработке специального ресурса для общения с отдаленными государствами. То есть как бы объединить молодежь на дальних дистанциях, допустим, так же Россия, Китай. Мы же, между нами 7300 километров, а нам как-то сделать так, чтобы мы могли общаться между собой, причем чтобы это происходило в быстрой связи. А в следующем году в страну восходящего солнца отправятся и российские студенты. На экскурсию в Поднебесную молодых людей пригласил лично член китайского госсовета Ян Зе Чи. Возможно, что в эту делегацию войдут и чебоксарцы. А авторы двух проектов из Чувашии уже пакуют чемоданы в Казахстан. По итогам форума они получили путевки на Байконур. Правда, удостоиться грантов в этом году никому не удалось. Медрик Ковалев и Антон Вовк. Республика. Самарская область.